Бумажные приключения В одной довольно бумажной местности жили лось по имени Аристотель и дятел по имени Тюк-Тюк. Как-то раз Аристотель и Тюк-Тюк отправились на речку, чтобы наловить рыбы. Друзьям повезло. В этот день рыба клевала очень хорошо. Наловив рыбы, Аристотель и Тюк-Тюк отправились домой. Они бодро шли вдоль лесной тропинки. Вернее сказать, это Аристотель шел, а Тюк-Тюк летел вдоль нее. Потому что всякому дятлу приличнее летать, нежели ходить. Вдруг друзья остановились. Они увидели под деревом маленького белого зайчонка. Гляди, Ари, какой славный зайчик. Наверное, он заблудился и хочет есть. Давай накормим его. Но нет, Тюк, зайцы не едят рыбу. Да, странный народ эти зайцы. А что же они тогда едят? Зайцы очень любят морковь и капусту. Тогда давай возьмем его с собой. Он будет нашим домашним питомцем. А мы дадим ему за это морковь и капусту. Бумажно придумано. А надо сказать, что в бумажной местности слово бумажно означало «хорошо». И слова бумажно придумано на бумажном языке означали «придумано хорошо». Друзья принесли зайчонка домой и дали ему морковку. А сами развесили рыбу на веревках и легли спать в своей бумажной кровати. Случилось ужасное. Ари, кто-то ночью стащил нашу рыбу. И действительно, рыбы стало почти в половину меньше. Видимо, кто-то пробрался на кухню и стащил у нас рыбу. Видимо. Нет, они сделали это невидимо. Ночью. Послушай, Тюк, а больше у нас ничего не пропало? Нет, только рыба. А зайчонок? Ты никого здесь не видел? Наверное, по зайчи это означает «никого не видел». Но кто-то все-таки стащил рыбу. Тут надо бумажно подумать. Тут надо бумажно действовать. Когда Аристотель размышлял, Том всегда что-то играл на своем контрабасе. Ага, готово. Надо немедленно сообщить об этом Аристоте. Ага, попались в мои клейкие сети. Ари, а где воришки? Извини, Ари, я просто хотел поймать воришку. Как небумажно получилось. Я знаю, куда пропала наша рыба. Берем коробку и кладем в нее нашего зайца. Бросаем туда рыбку. Как ты думаешь, Тюк, что у нас в коробке? Там заяц и рыбка. Аристотель открыл коробку, но в ней вместо зайца или рыбки сидел белый кот. Что это за кот, Ари? И где наш зайчик? И Аристотель показал Тюк-Тюку коробку, в которой по-прежнему сидел белый заяц. Как ты это делаешь? Это просто как лист бумаги. Никто у нас рыбу не воровал. Ее съел наш домашний питомец. Не может быть. Зайцы не едят рыбу. Верно. Зайцы не едят. Но это и не совсем заяц. Знакомьтесь, это котозаяц. Аристотель достал зайца из коробки и потянул его за короткий зайчий хвостик. Хвост вытянулся и стал длинный. А зайчи уши сделались короткими. Теперь заяц ничем не отличался от кота. Нарисуйте туловище кота зайца и хвост вместе с ушами. Отрежьте все лишнее. Сделайте прорези для ушей и хвоста. И соберите игрушку вместе. Ура! Как все бумажненько получилось! А котозаяц остался жить у наших друзей. И они кормили его самой свежей рыбой и самой свежей морковью. И тогда он довольно мурлыкал или барабанил по столу передними лапами. Наверное, на языке котозайцев и то, и другое означало спасибо. В одной довольно бумажной местности жили у лось по имени Аристотель и дятел по имени Тюк-Тюк. Однажды Аристотель и Тюк-Тюк заглянули в свой бумажный календарь и увидели, что пришла весна. Гляди, Аристотель, весна! Да, весна. Именно весной расцветают первые бумажные цветы. А птицы возвращаются домой из дальних бумажных странств. Да, Аристотель, весна – самое бумажное время года. А еще, Тюк, весной у птиц появляются птенцы. Значит, скоро появятся птенчики и у Сойки Аглая? Конечно, Тюк, ведь Сойка Аглая – птица. Нам надо обязательно поздравить ее птенчиков с днем рождения. Аристотель и Тюк-Тюк были очень воспитанными и никогда не ходили в гости без подарков. Как ты думаешь, Аристотель, птенцы у Сойки Аглая уже появились? Я не знаю, Тюк. Может быть, уже появились, а может, еще и нет. Это не бумажно, Аристотель. Такие вещи нужно знать совершенно точно. Я с тобой полностью согласен, Тюк. Это важно, потому что на день рождения нужно приходить вовремя. Я полечу к Сойке Аглая и сам посмотрю. Бумажно придумано. Итак, Тюк-Тюк полетел к Сойке Аглая, а Аристотель стал ждать его возвращения. Ждать пришлось довольно долго. Но вот, наконец, Тюк-Тюк прилетел назад. С возвращением, Тюк. Как дела у Сойки Аглая? Не появились ли у нее птенчики? Привет, Ари. Сойка Аглая сидит на яичках и ждет, когда появятся птенцы. Да птенцов пока нет. То есть ты хочешь сказать, что их не было, когда ты был у Сойки Аглая? Но с тех пор прошло уже некоторое время. Как ты думаешь, Тюк, за это время могли появиться птенцы? Я думаю, что могли. Я сейчас узнаю. И Тюк опять полетел к Сойке Аглая. Птенцы еще не появились. А сейчас? Я сейчас узнаю. И Тюк опять полетел к Сойке Аглая. Ари, птенцы все еще не появились. Я немного отдохну и опять полечу к Сойке Аглая. А потом снова плечу к тебе, а потом снова к Сойке, а потом к тебе. И так буду летать, пока не взорвут мои бумажные крылья. Побереги свои крылья, Тюк. Я тебе помогу. Как же ты мне поможешь, Ари? Разве бумажные лоси могут летать? Бумажные лоси не могут летать, но зато они могут бумажно подумать. И что же придумали бумажные лоси? Кое-что бумажное. Самый настоящий бумажный телефон. Возьмем два бумажных стаканчика и соединим их донышки ниткой. Теперь, если разнести стаканчики подальше друг от друга, так, чтобы нитка между ними была натянута, то можно переговариваться через стаканчики, и звук будет передаваться по натянутой нитке совсем как в настоящем телефоне. Ура! Как бумажненько получилось! И как только птенцы Сойки-Аглай появились из своих скорлупок, Тюк-Тюк сразу же сообщил об этом по телефону. Друзья тут же поздравили птенцов с днем рождения и подарили свои подарки. Сойка-Аглая была очень рада. Бумажки! В одной довольно бумажной местности жили лось по имени Аристотель и дятел по имени Тюк-Тюк. Как-то раз, теплым летним утром, друзья решили выпить свежего бумажного чаю. Ари, что пишут газеты? Как там с погодой? Как там с погодой? Пишут, что будет стабильно, но переменчиво. И еще ожидается Зюйт-Вест. Ожидается Зюйт-Вест. Мы ожидаем Зюйт-Вест. Нам понадобится еще одна чашечка чая. Спасибо, Тюк. Не за что, Ари. Действительно, не за что. И где же, спрашивается, мой чай? Знаешь, Ари, последние три секунды я задаю себе тот же самый вопрос. Ее словно ветром сдуло. Аристотель и Тюк-Тюк не понимали, что происходит. Две чашки бумажного замечательного чая исчезли буквально у них на глазах. И чайник. Чайник тоже исчез. Тоже унес две чашки чая и чайник. Тюк-Тюк, напомни мне, что там я читал про Зюйт-Вест? Что он ожидается. Ага, Зюйт-Вест! Да, это был Зюйт-Вест. Он был добрым, но шаловливым и слегка ветреным. Да, собственно, это и был ветер. Самый настоящий ветер Зюйт-Вест. Извините, но вы пытаетесь унести мое любимое кресло. И тогда Зюйт-Вест оставил кресло в покое. Но ухватился за чайный столик. Видимо, Зюйт-Весты все такие. Если уж приходят, просто обязаны что-нибудь унести. Извините, но без стола нам негде будет пить чай. Кажется, Зюйт-Вест расстроился. Он вернул чашки, которые унес прежде, сел на землю и загрустил. А когда Зюйт-Весты грустят, они всегда вздыхают. Ари, есть ли у тебя какие-нибудь идеи? Мой дорогой друг, тут нужно умажно подумать. Ари, Ари, а сейчас, а сейчас, у тебя есть идеи? Пока нет. Ари! А-а-а! Ты абсолютно прав, Тюк. Хорошо, что это пришло тебе в голову. То есть, на голову. Аристотель и Тюк-Тюк поняли, что нужно их гостю, Зюйт-Весту. Еще никогда у Зюйт-Веста не было такого подарка. Ведь Зюйт-Вест был очень юный. А всем юным ветрам нужны игрушки. Гляди, Тюк. Теперь ты понял, зачем нашему юному гостю понадобились чайные чашки. Все ветры любят что-нибудь вертеть. Согните квадратный лист по диагонали. По линиям сгиба сделайте надрезы. Загните углы и закрепите их гвоздиком на палочке. Вертушка готова. Зюйт-Вест поблагодарил Аристотеля Тюк-Тюка за такой замечательный подарок. Бумажный подарок. Да-да, самый настоящий бумажный подарок. Соглашусь с тобой, Аристотель. Хорошо, что в такую переменчивую погоду к нам заглянул Зюйт-Вест. Верно, мой друг. И хорошо, что мы нашли, чем занять нашего гостя. Что пишут? Погода все такая же ветреная. Стабильно переменчивая погода, мой друг. Стабильно переменчивая. Но чашки у нас больше не пропадают. Вот так бумажно закончилась эта история. У Зюйт-Веста появились друзья, а у друзей Зюйт-Веста. И ничто не могло помешать их дружбе, какие бы ветры ни дули. Аристотель Тюк-Тюк-Бумажки! Аристотель Тюк-Тюк-Бумажки! Бүмажки! Продолжение следует...